Привет, ребята! Я сегодня наконец-таки собралась и буду снимать вам видео про изучение иностранных языков, а именно про английский. Вы уже давным-давно мне писали, просили, чтобы я рассказала про английский, что я делаю, как я начала и так далее и тому подобное. Но для начала, перед тем, как я начну рассказывать вам про всё это, я хотела бы вас поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы дарите мне столько позитивных эмоций, за то, что вы даете мне огромный фидбэк, хотя, возможно, он и не покажется кому-то огромным, но я безумно счастлива, что я читаю зачастую в большей степени очень адекватных, очень интеллигентных людей, которых интересуют вопросы учёбы, образования. Это очень-очень приятно, что я на своём канале собираю таких зрителей, которые действительно хотят чего-то добиться, хотят саморазвиваться, поэтому спасибо вам огромное за это. И сегодняшнее видео я посвящу конкретно вопросу, с чего начать изучать язык, о чём нужно подумать перед тем, как начать его изучать. Ну и, безусловно, сначала я расскажу вам про свою историю. Я начала изучать английский язык, когда я была ещё в детском саду, и мы там пели всякие песенки, учили названия каких-то слов, но понятное дело, что ничего такого значительного в тот период времени, в мои там 5-6 лет, не произошло. Потом я поступила в школу, в первом классе мы не учили английский, мы начали учить его только во втором классе, и у меня сразу был такой средненький учитель, который особо, ну, не знаю, не особо хотел прививать нам любовь к английскому языку и что-то в этом роде. То есть можно сказать, что я, в принципе, вообще никогда не понимала, зачем мне нужен язык, почему я должна его учить. Ну да, у меня была пятёрка, но у меня была пятёрка просто скорее, потому что у меня по всем предметам были пятёрки, и мне просто хотелось, чтобы по-английскому у меня тоже была пятёрка. Знать язык я не знала. Потом где-то в пятом классе мои родители очень активно начали меня агитировать на то, что я учила язык, они постоянно говорили, тебе это понадобится в жизни, и у меня как раз-таки в этот период я начала скатываться по языку, потому что у меня поменялся учитель, то есть я как бы вообще не сильно втупляла, что и как я делаю, и тогда у меня появился репетитор. И мы начали проходить с ней всё заново, это была молоденькая девочка. Я не знаю, я не могу сказать, что она мне привила любовь к языку, но постепенно мой уровень начал, безусловно, расти, и мои оценки начали улучшаться. И самое забавное, что моя любовь к языку началась с решебников. В классе я так в пятом. Я, наверное, буду честна, я пользовалась решебниками. Я читала задания, я понимала все слова в отдельности, но я не понимала, как они связаны вместе, и как такое можно перевести вообще. И когда я уже через решебники начала понимать, что от меня хотят, я читала это, и через это я отчасти полюбила язык. И, в общем, с этой девушкой мы начали изучать английский по вот такому вот учебнику, New Headley, и таких учебников очень много, то есть для всех уровней. Это самый первый beginner, он такой зелёненький. И что я могу вам сказать, это очень хороший учебник. Однако я не скажу, что он один такой единственный крутой учебник. В принципе, на просторах интернета есть много самых разных учебников. И это учебник Оксфордский. Собственно, это гарантия качества, поэтому этот учебник я вам 100% могу рекомендовать. Я занималась, по-моему, только в пятом, или, может быть, часть шестого класса с этим репетитором. Она мне показывала интересные сериалы на английском языке. Ну, в общем-то, как-то более-менее я начала немножко вливаться, но на тот момент я не могу сказать, что я всё равно любила этот язык. Потом в итоге, класса седьмого, я начала думать о том, что я хочу серьёзно учить язык, потому что в классе седьмом у меня появились мысли о моей будущей профессии. И, кстати говоря, я вам скажу, что я до сих пор остаюсь верна тому решению, которое я сделала тогда ещё. Я понимала, что мне будет нужен английский язык, и я с того момента уже начинала думать о школе иностранных языков. И где-то через полтора года, то есть в восьмом классе, в середине восьмого класса, седьмой, моя подруга со своей мамой, они пошли, в общем-то, в школу иностранных языков на тень открытых дверей. И я вспомнила, что я уже давно смотрела эту школу, потому что она находилась очень недалеко от моего дома на тот момент. И я как бы пошла вместе с ними, и я очень сильно загорелась этой идеей. В итоге нам сказали, приходите, пишите тест. Мы написали тест. В итоге выяснилось, что у меня был уровень интермедиат, но он был чуть ниже, чем интермедиат. Но мне сказали, что если вы пойдёте на elementary, вам будет просто неинтересно, так что идите на intermediate. А мои подруги дали уровень elementary. И нам сказали, что нас не могут зачистить в одну и ту же группу. Нет, нас, конечно, могут, но они сказали, что либо ей будет очень сложно, либо мне будет слишком просто. Поэтому мы пошли в те группы, в которые нас зачислили. И получается, что у меня была учительница, она была, по-моему, англичанка. И ей было не очень вообще интересно с нами. Ну, как бы окей. Она как бы занималась с нами. И тогда я начала узнавать об английском языке то, что я никогда до этого не знала. Потому что мой уровень, видимо, грамматики был intermediate, но я как бы не могу сказать, что я круто разговаривала или ещё что-то. Но в итоге, из-за того, что я была в группе немножко выше, чем мой личный уровень, я начала тянуться за ребятами. И в основном все ребята, когда видели этот материал, они повторяли его, а я его учила абсолютно заново. И, конечно, безусловно, это мне помогло очень сильно вырасти. То есть я всё писала, я дома делала какие-то дополнительные упражнения и так далее. И под конец этого года я очень выросла в своих глазах и вообще в знания языка, потому что у меня появилась мотивация, и я начала действительно работать на этом. Потом настал следующий год, девятый класс. Я пошла в следующую группу. И здесь произошла, наверное, встреча, которая изменила мою жизнь отчасти. Потому что у нас появился прекрасный учитель, наверное, самый прекрасный учитель английского языка, которого я вообще знала. Его звали Джесси, и именно он, наверное, привил мне любовь к английскому языку. Вообще он прекрасный человек, он прекрасный как учитель. И мне ни разу не было лень ходить на его уроки. И получается, что я проходила девятый-десятый класс. Мы уже изучали уровни Upper Intermediate и Advanced. То есть я полностью закончила кембриджские учебники. И, в принципе, я могла сдавать FC после вот этого вот курса. Но я не пошла сдавать FC, он мне был не нужен. А на следующий год, как раз-таки вот в прошлый год, я уже не хотела туда заниматься. Потому что у меня не получалось ходить туда с расписанием, к сожалению. И я действительно очень была расстроена, что я не смогла продолжать занятия. И также второй учитель в моей жизни, который привел мне любовь к английскому языку, это мой любимый репетитор, который готовил у меня к ЕГЭ, к ЕА. Еще до этого мы с ней занимались также французским языком. Я ее очень сильно люблю. И я считаю, что все-таки Джесси, он англоговорящий. А из тех учителей, которые я знаю, именно русских, она просто самый классный специалист. И, конечно, безусловно, ей я тоже безумно благодарна, потому что в основном вся грамматика, которая у меня была, она была заложена как раз-таки ей. На самом деле вы видите, что я перепробовала буквально все. Начиная от изучения самого языка до групп, до чего бы там ни было. И понятное дело, что за столько времени у меня очень большой опыт накопился, и у меня свое личное мнение на процесс обучения, на то, как нужно учить язык, тот результат, которого я добилась, я собой горжусь, потому что я действительно могу спокойно общаться, но это не говорит о том, что мне некуда расти, и о том, что я знаю английский язык. Очень и очень с этим я не согласна. Английский язык нужно учить всегда, нужно всегда развиваться, и нет предела совершенства. Так, и сейчас я вот вам рассказала всю свою историю. Я вам скажу, что у меня было много ошибок в моей истории, и я на своих граблях, так сказать, училась всему, или граблях, я не знаю, где стоять здесь ударение. Для начала давайте просто ответьте у себя в голове на мои вопросы. Первым делом нужно определить, с какой целью вы будете учить язык. Это самый важный пункт вообще в изучении языка, и в том, что вы собираетесь в этом делать. К примеру, для чего можно учить язык? Вы хотите уехать за границу, или вы хотите потом получить работу, связанную с этим языком, или вы хотите сдать какой-то международный экзамен, примерно, чтобы поступить в какой-то университет, или вы хотите сдать какой-то внутренний просто экзамен. В общем, вариантов может быть очень и очень много. Поэтому подумайте, пожалуйста, и от этого очень сильно зависит, какой путь вы будете выбирать дальше. К примеру, если вы хотите сдавать какой-то особый экзамен, то вам понадобится репетитор. К примеру, если вы будете сдавать ЕГЭ, то я бы советовала вам взять репетитора, хотя, конечно же, если вы обладаете значительным знанием английского языка, вам будет достаточно книги. Однако, устная часть, я считаю, обязательно требует репетитора. Поэтому выбор за вами, но в этом случае, в случае экзаменов, я бы советовала вам репетиторов. Если вы хотите просто поднять свой общий навык языка, если вы хотите разговаривать на нем, идите в группы, берите курсы и просто наслаждайтесь общением с учителем, с людьми, которые с вами. Это научит вас говорить, раскрепостит вас. Потому что даже с нулевого уровня вы будете начинать говорить. С репетиторами говорить будет очень и очень сложно. Я не знаю, насколько талантливый должен быть репетитор, чтобы научить вас разговаривать. Я такого никогда в жизни не встречала, но кто знает, может быть, и есть такой человек. Еще можно, конечно же, учить самостоятельно, смотреть фильмы, всякие слова, учить там и так далее. Но я бы использовала это как дополнение. Потому что все-таки с этого начинать нельзя. Очень много говорила уже, давайте быстрее. Желание и мотивация обязательно должны присутствовать, когда вы учите язык. Потому что если у вас нет сильной мотивации, сильного желания, вы просто не сможете заниматься этим каждый день. И как раз-таки третий совет это занимайтесь каждый день. Каждый, каждый, каждый день. Пускай по чуть-чуть, самую малость. Прочтите страницу, сделайте страницы в учебнике. Все, что угодно. Но каждый день. Тогда у вас будут действительно успехи. Тогда вы будете всегда держать свой язык в тонусе. У меня прям так и написано здесь. Не придумывайте никаких отговорок. Это очень важный пункт. Знаете, зачем вы учите язык. Очень классный совет это никогда не пользуйтесь только одним учебником. Потому что не существует идеальной книги. Нужно брать материалы из разных ресурсов. Интернет. Пинтерест. Я там очень много интересных материалов нахожу. Я вам всегда оставляю ссылку на свой Пинтерест. Там очень много всего для начинающих. Помните, что если вы взрослый, если вы ребенок, то методы изучения должны очень сильно отличаться. К примеру, я не помню, как я научилась читать на английском. Но как-то же я научилась в итоге читать. Поэтому, в принципе, можно начинать и не с правил чтения и так далее. Однако, когда я учу своих маленьких учеников, мы начинаем с ними с правил чтения. Потому что реально, когда у тебя чистый белый лист, и он не знает вообще ни одной буквы, как она читается, конечно, вам придется начать с этого. Но если это уже такое, можно сказать, более продвинутый человек, который что-то, где-то, какие-то слова слышал, то можно, в принципе, и не начинать с правил чтения. Один из самых классных советов. Делайте на языке то, что вам нравится. Нравится смотреть ТВ-шоу? Смотрите ТВ-шоу. Конечно, вы не сможете начинать делать это с уровня прямо самого элемента. Есть всякие учебные фильмы. То есть, к примеру, к этому учебнику есть видеокурс, есть многие другие видеокурсы. Но давайте я скажу вам, что это видео не о ресурсах. Я про ресурсы сниму как-нибудь отдельное видео. Просто это такие базовые советы. Делайте то, что вам нравится. Я, к примеру, смотрю мое любимое ТВ-шоу. Я не смотрю телевизор, но, да, я иногда посматриваю там всякие проекты типа подиума, потому что мне нравится мода или там The Biggest Loser, потому что это просто весело, это интересно смотреть, как люди сбрасывают вес. Вот. И поэтому я советую вам делать то, что вам нравится. Слушайте музыку, если вам нравится. Приводите книги. Делайте, что хотите. Главное, с английским языком. Смотрите фильмы. Я, к примеру, вообще отказалась примерно года два назад. Я отказалась от обычного кино. Я хожу только в Пионер. И мне это нравится. Я ловлю кайф от того, что я смотрю фильмы на языке оригинала. Да, там есть русские субтитры. Это плохо. Порой есть уже вот так. Вот так, чтобы не видеть нижнюю строчку с субтитрами. Ну, просто так легче. Последний мой совет. Это как можно раньше дотрагивайтесь до оригинала. То есть, как можно раньше. Смотрите фильмы, читайте стихи. Берите детские сказки, детские мультфильмы, и все что угодно. Но дотрагивайтесь до оригинала как можно раньше. Я всегда говорю своим ученикам постарше о том, что смотри фильмы. Зачем смотреть их на русском, если можешь посмотреть их на английском, получить двойную пользу от этого. Если вы уже смотрели какой-то фильм, и он вам нравится, присмотрите его еще раз на языке. Это будет классно. Это будет интересно. Я вам гарантирую это. И вообще, английский самый последний совет. Нужно учить с любовью. Вот и все. Просто почувствуйте любовь к этому языку через те вещи, которые вам уже нравятся. Английский классный язык. Учите его, и вы получите отдачу потом в сто раз больше. И я сейчас чувствую это, когда я могу научить кого-то другого уже языку, что это круто. Это классно, когда есть люди, которые желают учить язык. На сегодня это все. Это видео получилось очень долгим. Я надеюсь, оно вам понравилось. И если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Я обожаю вашу отдачу. Я обожаю ваши вопросы. С удовольствием отвечаю на их видео. Буду делать видео еще про байндер, про ресурсы в английском языке, про многие другие вещи. И на сегодня это все. Спасибо за ваш просмотр. Увидимся очень скоро в новом видео. Пока.